С началом учебного года интерактивная историко-документальная выставка «Партизаны Беларуси», основанная на материалах одноименного интернет-проекта издательского дома «Беларусь сегодня» и Национального архива Республики Беларусь, в материалах Белорусского государственного архива кинофотодокументов, продолжает путешествие по высшим учебным заведениям страны. В ноябре эстафету принял Полесский государственный университет. О торжественном открытии уникальной выставки, ее экспозиции, в мультимедийном стенде и возможностях интернет-проекта первых отзывах в материале нашего корреспондента Натальи Шестаковой. На этой выставке невозможно пройти мимо ни одного стенда. Стоит только вглядеться в фотографии, написанные рукой пожелтевшие от времени строки наградных листов и перед вами, как живые предстанут люди, которые в годы Великой Отечественной войны сражались за Родину. И невольно испытываешь благодарность людям, благодаря поистине титаническому труду которых все это стало доступно всем нам. Интерактивная выставка «Партизаны Беларуси» правильно называется «Подвиги и судьбы партизан в документах». Она началась, история началась в 2018 году, когда между Национальным архивом Республики Беларусь и Зайским домом Беларусь сегодня было заключено соглашение о создании интерактивной базы «Партизаны Беларусь». Вот тогда началась работа по цифровизации документов, редчайших документов, которые находятся в Национальном архиве. Всего в базе Национального архива содержится порядка 450 тысяч документов, личных дел, наградных листов, которые касаются партизан и подпольщиков Беларуси. На сегодняшний момент оцифровано 185 тысяч, то есть работа продолжается ежеминутно. Со временем к проекту интерактивной выставки подключился Беларусский государственный архив кинофото и фонодокументов, а также наш партнер Беларусьбанк, который оказывает финансовую поддержку в организации этих выставок. Теперь практически любой житель страны может узнать историю жизни каждого народного мстителя. С реализацией проекта с помощью интерактивной базы можно найти фамилию своего предка и скачать документы. В общем, возможностей, чтобы узнать историю одного человека, имя которого бережно хранит история, много. Наша основная задача – это сохранение исторической памяти, причем исторической памяти не только в целом, но и каждого конкретного человека, который более судеб стал защитником Отечества в те лихие годы. 380 тысяч партизан и 70 тысяч подпольщиков – масштаб колоссальный, вот именно сопротивление, которое было в Республике Беларусь. И надо еще учитывать, что подавляющее большинство партизан в 1944 году, когда пришли наши, они сменили партизанскую одежду на форму регулярных войск и пошли освобождать Европу и Германию, в том числе и многие полегли на полях Европы в сражениях. Поэтому эту историю должен знать каждый белорус и не забывать об этом. Сотни тысяч людей уже посетили партизанский сайт. Своих предков находили и продолжают находить люди со всего земного шара. А простые посетители открывают для себя особый мир, где страницы истории военного лихолетия написаны судьбами конкретных людей. И к этому невозможно отнестись кладнокровным. Великая победа, она связана с независимостью нашего государства. То, что мы сегодня мирно работаем, учимся, мирно живем – это заслуга и предыдущего поколения. Сохранить вот эту историческую память и общить молодое поколение – это сейчас, я думаю, наша главная задача. И одна из главных задач в этой истории. В своем приветственном слове ректор Полесского государственного университета Валерий Дунай поблагодарил организаторов выставки за благое и благородное дело. Великая Отечественная война оставила след в истории практически каждой белорусской семьи. Изучив эту выставку, посмотрев наградные листы, вы увидите простых людей, абсолютно простых людей, учителей, работников сельского хозяйства, творческой и технической интеллигенции, которые в воле судеб вынуждены были взять в руки оружие и отстаивать независимость от одного государства. Память о тех событиях не под власть до времени. Она бережно передается из поколения в поколение. Город называется военный, морской и партизанский слава. И действительно, партизаны внесли большой вклад в освобождение Белоруссии, всей Белоруссии. Потому что полмиллиона партизан в Белоруссии, и почему называется партизанская республика, они воевали, так же били в тылу врага. Было им тяжело. 1112 дней и ночей партизаны воевали в Великой Отечественной войне. И они сделали большой вклад. Особенно это замечательно и символично, то, что выступили в год, такое символичное значение Белоруссии в год, в свете начала Великой Отечественной войны. Замечательно то, что в текущем году эта экспозиция выставляется в стенах ведущих вузов. Возможности имеются на улице самые талантливые, интеллектуальные и прогрессивные представители молодежи Белоруссии. Мы должны помнить, чьи дети, по какой земле ходим, какой ценой досталась победа. Выставка партизаны Белоруссии позволяет нам, молодому поколению, вспомнить о той трагедии, которая произошла на белорусских землях. Интерактивная выставка партизаны Белоруссии – это и есть живой урок истории. История, которая пронзает сердце и тревожит память. А значит, мы никогда не останемся равнодушными к тому, что пережили, что смогли наши предки, чтобы сегодня их внуки и правнуки писали мирную историю современной, свободной и независимой страны. Впечатление на самом деле хорошее и впечатляет именно количество отсканированных документов, именно сам масштаб привезенный. И отдельное слово хотел бы, наверное, сказать про вот этот вот компьютер, по которому можно найти своего, я там не знаю, деда, прадедушку, и посмотреть, где он воевал и другую про него информацию. До сегодняшнего дня я даже не могла подумать, что существует 450 тысяч партизан на Республике Беларусь. И то, что сейчас на территории Пинска осталось только в живых 12 человек, что составляет 10% от всего количества. Также меня удивило то, что можно по своим данным найти родственников, которые, возможно, были партизанами и как-то способствовали победе в войне. Это замечательная возможность для каждого, кто может посетить эту выставку. Мне кажется, это очень важная выставка, потому что чем больше людей сможет это увидеть, тем больше людей может дополнить информацию о партизанах, которые, возможно, они знали, которых еще нет в этой базе, которую мы сегодня посмотрели. Это очень интересно, познавательно и очень важно. Выставка действительно достойная, очень колоссальный труд проделан. В этой выставке упомянуты около 450 тысяч всех партизан Беларуси. Это очень тяжелый труд, и это действительно достойно, потому что сейчас наше поколение молодое может узнать как своих каких-то родственников, так и, в принципе, всех людей, которые совершили такой большой подвиг.